Наверное, каждый из нас считает свою семью в чем-то уникальной. Но в мире есть семьи, с которыми трудно соперничать в плане необычности. Сегодня мы расскажем о некоторых из них. Семейная традиция увеличивать грудь 14-летняя школьница Бритни Маршал является самым младшим членом необычного семейства, проживающего в городе Киркби, графства Ноттингем. 53-летняя миссис Шанталь Маршал 9 лет назад сделала себе первую операцию по увеличению груди. С тех пор мамаша и ее 4 старшие дочери потратили более 50 тысяч британских фунтов для увеличения своих бюстов. Но с недавнего времени миссис Маршал стала замечать, что самая молодая 14-летняя дочь Бритни тоже нуждается в пластике и стала ненавязчиво готовить девочку к принятию нужного решения. Школьница же, выслушав норовоучение главы семейства, наотрез отказалась идти по стопам матери и сестер, сказав, что она еще молода для этого и ее все устраивает. Уговорить подростка увеличить себе грудь так никто и не смог. Но заботливая мамаша все же лелеет надежду, что вскоре дочь одумается и не разрушит семейную традицию. Счастливая многодетная семья Одна из самых многодетных пар в США живет в Арканзасе. 45-летняя Мишель и 46-летний Джим Боб Даггары воспитывают 19 детей, 10 мальчиков и 9 девочек. По семейной традиции Джим Боб и Мишель называют всех своих детей именами на букву J. Самой младшей дочке Джози сейчас 2 года, а самому старшему сыну Джошуа 24. В среднем каждые 16 дней в этой семье празднуют чей-нибудь день рождения. Многодетная семья не получает от государства никакой помощи. Глава семейства трудится на двух работах. Но ни он, ни его жена не производят впечатления уставших от жизни людей. Они говорят, что каждый новый младенец не отнимает, а наоборот прибавляет им сил. Семья, бабушки и внука Перл Картер, жительница штата Индианы, шокировала общественность своими планами завести ребенка с собственным внуком. 72-летняя Картер утверждает, что никогда не была так счастлива, пока не завела роман с собственным 26-летним внуком Филом Бейли. Меня не волнует мнение других, говорит Картер, мы с Филом любим друг друга. Скоро я буду держать в руках нашего сына или дочь, и Фил будет гордым отцом. Ее возлюбленный является сыном дочери Перл, Линнет Бейли, которую Картер отдала на удочерение, когда ей было 18 лет. Когда его мать умерла, Фил Бейли разыскал свою бабушку, и они почти мгновенно влюбились в друг друга. Когда я увидела его впервые, я сразу поняла, что у нас никогда не будет отношений, как у бабушки и внука. Впервые за много лет во мне пробудилась чувственность. Фил говорит, что всегда чувствовал тягу к пожилым женщинам и находит свою бабушку прекрасной. Семья школьника и учительницы История учительницы Мэри Кейли Турна шокировала всю Америку 10 лет назад. 34-летняя замужняя женщина, мать четверых детей, преподавательница средней школы, вступила в сексуальную связь со своим учеником Вилли Фуалау, который младше ее почти на 22 года. Она забеременела от него и не стала избавляться от ребенка. Ее арестовали в 1997 году и выпустили через полгода, но категорически запретили встречаться с детьми и Вилли. Она не послушалась и вновь очутилась за решеткой, где провела 7 лет. В тюрьме она родила второго ребенка от Фуалау, на свободу вышла в 2004 году. Оказалось, что ее чувство к Вилли было настоящим. Да и бывший ученик ждал ее все эти годы. Мэри Кей с большим трудом принялась налаживать свою жизнь. В июне прошлого года они с Вилли поженились. И сделали они это, как только Фуалау исполнился 21 год. В сентябре 2013 года в Ростове-на-Дону была задержана банда амазонок, 15 лет грабившая и убивавшая людей. Это оказались муж, жена и две дочери. Группировка, являющаяся одной из самых жестоких банд России. На ее счету десятки грабежей, разбоев и убийств. За амазонками на протяжении нескольких лет охотились чуть ли не все сыщики Юга России. На допросе хрупкая на вид мать двоих дочерей чуть ли не с гордостью рассказывала о том, как убивала. Она призналась, что ей не знакомо ни чувство жалости к жертвам, ни раскаяние. Если вы хотите вторую часть, то давайте наберем 2000 лайков. Хочу порекомендовать канал Просто Ева. Там отобраны самые смешные ролики со всего интернета, а девочка Ева весело обсудит и прокомментирует их. А передача Ева-почемучка наглядно и доступно ответит на интересные вопросы. Подписывайтесь, ссылка в описании. С вами была Марго, всем пока!